несколько лет назад мне делали операцию во время нее мне приснился сон что я двигаюсь по каким-то цветным столбам куда и как это происходит я не понимаю даже не знаю кто я или что я сон был настолько ярким что я помню его четко и сейчас как потом оказалось что операция проходила сложно и меня не могли вывести из наркоза ответьте пожалуйста что означает этот сон и сон ли это это состояние фир а вот что такое состояние фир это состояние которое на же называется между жизнью и смертью когда человек умирает его сознание движется в обратную сторону как бы время идет в обратную сторону вот смотрите мы родились и у нас отсчет времени начал идти грубо сторону добавления дней когда человек умирает у его сознание начинает двигаться в обратную сторону к моменту рождения Когда человек засыпает, то он проходит состояние, переходя в состояние астрала, которое доказать невозможно, это понятие эзотерическое в большинстве своем, то он начинает проходить следующий этап. Он должен отвлечься от этой жизни и перейти в жизнь астральную, где время движется назад. Но при переходе он должен пройти безвременный участок. Этот безвременный участок обычно отрезает человека, и он не помнит, как он заснул, и не помнит, как просыпается. Вот это сознание, или безвременный участок, называется сознанием Бога, или элементом фира, обнуленное состояние. Вот человек считает, что это состояние неважное, на самом деле оно самое большое. Если рассматривать это все с позиции гамбургера, то наша жизнь это тонкий листочек, и наша смерть, и после того, когда мы в смерть приходим, и там находимся или засыпаем, это тоже тоненький кусочек колбаски. А между ними огромные бесконечные пространства толщиной в небо и космос. И мы вот входим в это и перелетаем сразу же в другой кусочек. Ну и когда человек, допустим, во время сна, или во время вот такого сна, который присутствовал во время операции, то вы не могли войти в мир смерти, и не могли находиться в мире жизни. Вы находились в процессе фира, а вы находились фактически в теле Бога. И тело Бога, как известно из буддийских книг, обычно имеет радужный свет. Именно поэтому, находясь вот в этом состоянии эфира, вы чувствовали внутреннее состояние бесконечного радостного волнения, состояние благости, о котором не можете забыть, и видели бесконечные картинки радужного тела самого настоящего Бога. В этой энергии вы находились. Все в порядке. Продолжение следует...